Доброго времени суток вам, дорогие наши зрители, друзья и подруги! Сегодня мы снова в нашей чудной, уютной кухне в программе «Между нами женщинами» или «Женские секреты» на канале ИТОН-ТВ. С вами я, Валерия Полякова, и вот чудные две совершенно женщины, которые находятся около меня, это Инночка Шрихатович и Марина Калачинская. Девочки, привет! Вы знаете, у нас всегда письма приходили на электронные адресы почты и так далее, а вот у меня тут в Фейсбуке есть такая социальная сеть. Пришло письмо от одной женщины, я не буду упоминать её имя, потому что я подозреваю, что она хотела бы остаться инкогнито, но просто тема такая очень... у меня она близка, я не знаю, как вам, но послушайте. «Милые женщины, подруги, хочу поделиться своим опытом». Она писала для нашей программы, поэтому она обращается к нам во множественном числе. «Я долго была одна, досматривала старенькую маму, родила сына без мужа, так вышло, бессонные ночи и хроническая усталость не давали возможности жить нормально. А потом я встретила его, умного, светлого человека моей жизни. Мне было уже 37, а ему всего 23». Сколько? 14 лет разница, да? «Да». «Его мама нас прокляла. Отец сказал, что такой старой кошёлке, как я, 37, мне 40, надо уже думать о душе, а не о постели». «Я молчала, терпела, я его люблю, как никогда никого на свете не любила. Я говорю всем вам, любите, плевать вам на чужие грязные языки и грязные души. Любите, и вы поймёте, зачем родились на свет». Вот такой крик души, конечно. Гимн такой, гимн любви. «Ужас». «Привёл бы девушку, которой было бы 40, 38, что бы ты ему сказала? Как бы ты восприняла эту избранницу, эту невесту, эту будущую мужу твоего ребёнка, маму его детей, маму твоих внуков? Как бы ты это восприняла? «Смотри, ну, во-первых, мне кажется, он не привёл бы такую девушку». «А во-вторых, если бы он привёл, конечно, я бы не оскорбляла эту женщину». «Нет, ну, в лицо ты бы ей ничего не сказала. «Ну, ты бы что-то своему вот наедине». «Я бы нервничала, наверное, я бы вообще не разговаривала. Ну, это, наверное, какой-то стереотип, девочки, восприятие какого-то. Хотя я прекрасно понимаю, очень современная женщина, и ты знаешь, я вообще-то за людей, которые любят. У меня нет вот этих границ. «Я сегодня 40, ему 27, а через 10 лет ей будет 50, а ему всего 37». «Да, то есть тяжёлая ситуация, я не знаю, что». «Девочки, а почему нужно рассчитывать вот так, через 10 лет, через 20 лет? Инна, ну семья строит, это же на один день, дорогая». «Те более, если дети будут». «Верно, верно, мы о детях всегда должны думать, у нас нет выхода, мы так природой своей, как бы. И репродуктивный возраст женщины, там, 50 лет, да, до 50 можно ещё рожать, потом уже, даже при современной технике, и современной медицине, и при всём современном. Но, девочки, вот подумайте, вот хорошо, не будем сейчас о том рожать, не рожать. Завтра случается атомная война. Мы с вами все живём в этом. «Господи, Инна, что с тобой?» «Нет, нет, 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 случилась атомная война, и ничего нет. Ни мира, ни ёжиков, ни детей, ни…» «Нет, без ёжиков никак, Инна, ну это ужасная ситуация, без ёжиков». «Да, да, 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 а зачем же думать о том, что будет через 10 лет? Вот пусть он будет счастлив сегодня». «Нет, ну если задуматься о ёжиках, которых может не быть завтра…» «Нет, почему-то они вызывают у меня умиление, часто думаю, что вот будет мир, в котором всё есть, а ёжиков нет». «Туман, в тумане, да, да, как у Нарштейна». «Да, вот эта тема, она же вечная, и всех всегда неравные браки». «Вы помните эту картину Василия Пукерева, да, неравный брак, который, кстати, в Третьяковке хранится?» «Стоит юноша красивый, молодой, и девушка ушла к богатому, ну понятно, почему, красавица, да, она там вся прямо как фарфоровая статуэтка». «Всё понятно, почему уходит женщина к такому человеку?» «Там разница, наверное, лет 50 вот у них». «Понятно, и потому, что он мудрый, и потому, что он добрый, и потому, что он в обществе более…» «Принято, да, когда мужчина…» «А вот когда женщина, а к женщине вообще у всех тоже столько относится, женщина, которая подволила себе выйти замуж, привести себе, неважно, гражданским браком, начать жить с человеком, который младше её, это вызывает страшные какие-то нарисования». «Али Борису не наплевать?» «Ну, мы не будем брать таких звёзд такого коллеги, такого радуга». «Елизабет Тейлор тоже до тех пор, пока она влюблялась, у неё всё получалось с мужчинами намного младше, да, после Бартона, все были младше. Она считала, что вот она будет счастлива, однажды у неё спросили, она уже болела, она говорит, «Я не умираю, я выхожу замуж». «Да». «Хорошо, надо посмотреть, я думаю, что на самом деле им обоим вот абсолютно всё равно, да?» «То есть то, что едет с этим, а ему 23, проблема в его родителях, нет, проблема в его родителях, которые как бы не принимают свою молодую невестку». «А, Лер, как ты считаешь?» «Нет, нет, опять, как ты говоришь, если ты сегодня уже использовала сослагательные наклонения, а вот завтра без ёжиков, то точно так же и здесь. Если бы не было родителей, да, вот был бы там мальчик сиротой, всё было бы чудесно, потому что он любит её, она любит его, вот судя по письму». «Ты думаешь, что здесь есть родители?» «Не-не-не-не, другие, там нет, это не хорошо». «Опять, злые языки чужие, нас меньше волнует, чем наши родные люди, которые разбивают души». «А потом это когда-то, ты вспомни, это когда-то там в Советском Союзе бывшем и так далее, это сейчас вообще не актуально злые языки, мне кажется, кто обращает, ты обращаешь внимание на эти языки?» «Нет, Мариночка, я не согласна». «Нет, я вообще прощаю своих врагов, но очень хорошо помню их имена». «Это правильно, это тоже хорошо». «Кто-то сказал, что я прощаю своих врагов за их злые слова обо мне, потому что я о ней говорю ещё хуже». «Есть и такой подход, есть». «Я понимаю, что ей, вот почему это письмо, она счастлива, у неё всё хорошо сегодня, а надо жить сегодня, не надо жить завтра или через сто лет». «Но, видимо, что-то внутри болит, и как-то рано это даёт о себе знать». «Мне так кажется, судя по, опять-таки, по стилю, по её интонации, то всё равно…» «Окрыть тебе секрет, выглядит она потрясающе». «Наверняка, она может тебе это позволить, ну конечно, а почему?» «Девочки, вот я всё время привожу…» «Господи, мамочка моя, дорогая царство, я тебе не знаю». «Вот всё время я её привожу в пример, и здесь во всех передачах у меня есть какой-то случай из жизни». «Моя мама выходила замуж дважды, и все её мужья были на 9 лет её…» «Все её оба, в смысле?» «Оба, да. На 9 лет её моложе. Всегда. А я говорила ей, мам, вот просто любопытно, она говорит, ты что, с ума сошла? Как это? Как это? Как это у меня муж будет старше меня?» «Мне нравилось такое отношение». «Ну так вот получалось, и она себя очень хорошо чувствовала, и все мужчины с ней рядом…» «Вот у них в 25 25-летние, в 35 25-летние, в 45 25-летние, и в 55 25-летние. А куда нам деваться 30-летним?» «Чем процент мужчин, которые не хотят иметь детей. Это статистика, это данность жестокая, и логичная данность. Но получается, что в данном случае нет, я не думаю, что это такая страшная разница в возрасте. Но когда дама лет с 50 чем-то становится возлюбленной или женой, гражданской женой, мужчины лет 25…» «И ещё говорит о возможности какого-то там продолжения рода…» «И обсуждает какую-то свою…» «Сексуальную жизнь…» «Даже не сексуальную, а вот то, что она будет воспитывать ребёнка, как, вот что этому ребёнку будет дано…» «Не знаю, но знаете, опять-таки, жизнь такая сложная штука, она так сложно всё намешивает, так сложно всё выстраивает…» «Невозможно знать, у кого как правильно и как неправильно». «Вот я только хотела сказать, девочки, мы не можем разобраться, где любовь, где корысть, где преобладают деньги, где секс…» «То же самое, почему мужчина может себе купить секс, а почему женщина не может себе купить деньги?» «Нет, я не про секс говорю, а женщина берёт деньги, понимаешь?» «Мужчины всегда осуждают…» «Вот она такая рассекая…» «Меркантильная…» «А в чём дело? А ты не меркантильная…» «Как ты от темы любви между женщиной и старшим…» «Вот, так…» «Ушла к теме корысти…» «Ух ты, господи…» «И секса…» «Не говори…» «Это меня инка туда перевела…» «Это я, да, да, да…» «Нет…» «Ну, мне показалось, что в данном случае это как раз и возраст, опять-таки, годы…» «Вот то, что чисто математически выражает соотношение между этими людьми…» «Меня совершенно не пугает…» «Меня пугает, будет ли этим людям потом больно…» «Когда потом…» «Когда потом…» «Когда ёжиков не будет…» «Нет, нет…» «Когда…» «Знаете, как бывает…» «Вот всё-таки женщина старит быстрее…» «Опять-таки…» «Пластические операции…» «Согласи, что молодой муж…» «Он делает малыш…» «Он стимулирует жизнь…» «Конечно…» «Конечно…» «И наоборот…» «Мужина, у которого молодая жена, он тоже долго…» «Девочки, если там…» «Есть любовь…» «А если…» «Да…» «А если молодой муж, это просто…» «Да…» «Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое…» «Было такое высказание…» «Я его очень люблю…» «Сегодня по Устовски не очень модно…» «Хорошо…» «Пусть будет любовь…» «Ну, вот эта тяга…» «И это может быть не только тяга…» «Это может быть хорошая постель…» «Это может быть какая-то особая забота…» «Особая дружба…» «Это сочетание…» «Как правило, сочетание каких-то…» «Каких-то вещей…» «Да…» «И может быть, он действительно…» «Картошку в дом приносит…» «Чемодан…» «Всегда у него из рук выхватывает…» «Дверь открывает…» «То чего…» «Мы не сильно здесь этим избалованы…» «Это всё здорово…» «Это замечательно…» «Если он настоящий мужчина…» «Он рыцарь…» «В душе…» «В поведении…» «Ну, счастливая женщина…» «Она очень права…» «Хотя я не думаю, что ей не больно…» «Когда соседи, соседки, подружки…» «И недруги…» «Косо поглядываются…» «Смотрят на неё…» «Другой стороны…» «У меня есть подруга… «Которая находится в такой же ситуации…» «И она всё время говорит своему молодому человеку…» «Он говорит…» «Ну, я же старше тебя…» «Ну, зачем я тебе…» «У тебя же полно, может быть, молодых…» «Он говорит…» «Ты меня любишь…» «Я всегда говорю своим мужчинам, что…» «Вот я такая некрасивая…» «Вот вы меня любите…» «Нельзя так делать…» «Нельзя…» «Так что, дорогие наши милые женщины…» «Наши дорогие зрительницы…» «Будьте всегда молодыми и красивыми…» «И неважно, насколько ваш молодой человек…» «Который всегда останется молодым…» «Моложе вас…» «Потому что он вас любит…» «С вами была программа «Между нами женщинами»» «На канале ИТОН ТВ» «Играет музыка»